Всем привет и добро пожаловать в Dead by Daylight. Играем замек, лесная пушка, поместье Макмиллан. Бегаем, уживаем. Ну, надеюсь, уживаем. Все пока крадутся потихонечку, никто не понимает, чего у нас происходит. Дальние гены все закрыты порчей. Так что нужно передвигаться поближе к мену куда-то. И главное еще и понять вообще против кого мы играем, чтобы хотя бы как-то сориентироваться, как вообще двигаться. О, понятно. Мы играем против свиньюги. И нужно двигаться довольно-таки аккуратно. То есть в принципе бегать можно, но осторожно. Лучше, конечно, ой-ой-ой, и уже положила, ничего себе так быстро. А с одного удара, что ли, или она прям этот аккуратно выследила и положила. Ладно. Тотемчики у нас, кстати, еще архивное задание. Тотемчики почистят. Поэтому тотемчики чистим время от времени. Ну, плюс в любом случае их, конечно, нужно чистить не в самом начале игры, но... Ладно. Как есть, так и чистим. Свинюга сюда побежит или не побежит, непонятно. Наверное, побежит, но там в принципе гены. Да-да-да, прибежала сюда, но ген пустой. Покрячемся, вдруг не заметит. Да, вроде не заметила, убегает. Ну и хорошо. Я не люблю со свинкой бегать вообще на перегонки. Она довольно-таки быстро вообще бегает, на самом деле, Аманда. Или как там, ее заваливают свинью. Так. Тотемов, опять же, никаких нет, и уже кто-то лежит. Надо спасать, не знаю. Так, это убегает. Там еще кто-то бегает, раненый. Ну, где-то там. Она вообще далеко убежала. А, свинья там не положила, просто чела, и как бы ранила, поэтому... Ну ладно, давай, ген-то бьем. Я тут как раз кундучок использую. Один ген уже сделали, круто. Слушайте, там вторая мель такая шуткая, молодец. Не то, что я, тормозная. К сожалению, еще раз лежит вдох. Он уже второй раз, по-моему, да, накрыто отправляется. И он еще с капканом. Вообще, на самом деле, свинюку надо померкнуть. Когда она одевает капкан, нужно сделать так, чтобы она не могла хитить суру. Потому что, получается, ты бегаешь с капканом на голове, и плюс еще за тобой свинья охотятся. А ты, грубо говоря, и так ничего сделать не можешь. Ты должен тупо... Так, она вот тут рядом бегает, не пойми где. А ты не можешь ничего сделать, собственно, потому что ты должен снимать капкан. При любом заведенном гене капкан активируется. В результате, получается, пикает, трещит, мигает. Там уже сняли, пока я попытался со стороны бежать. Люди быстро бегают. Ну, давайте тут еще ген начнем заводить. Так что, по-хорошему, свинюку нужно нерфить, чтобы она не могла хитить персонажа с капканом. Если ты бегаешь, снимаешь капканы, то, по идее, у тебя не всегда хватает времени, чтобы вообще даже снять капкан. Ты можешь там пробежать все четыре ловушки, и только в четвертый-четвертый снимет капкан. То есть ты можешь там по трем пробежать, остаться в капкане, а у тебя уже свинья на хвосте. И ты еще и не можешь, как бы, играть. Капканы пытаешься снимать, и в результате игра какая-то получается такая. Сними капкан. От ящика пилы до ящика пилы бегаешь и пытаешься снять капкан. Ну, как бы, игра так себе. Если свинья хорошо играет, то, грубо говоря, ты даже от ящика до ящика добежать не успеваешь. Она тебя кладет, а ты ничего другого делать не можешь. Ты можешь там ген позаводить, конечно, но, в принципе, ты тогда пони двинешь, и все. Потому что, я не знаю, там бывает, что ты действительно бегаешь по трем ящикам, капкан не снимается, ты все время, ты все еще в траке бегаешь, и нужно еще до четвертого ящика успеть, и у тебя времени уже не остается, и все, и ты улетаешь. То есть, грубо говоря, такой расклад вообще как-то, ну, не сильно впечатляет. У нас там два гена сделано. Окей. Третий раз кладет персонажа. Повесит, что ли? Но она еще и туннелит потихонечку. Вот туннеливает. Еще один ген дали. У нас ген, ну, по идее, наверное, сейчас мы его доделаем, пока она побежит. Она в нашу сторону скорее всего? Нет, она не побежала. Ну, ладно, ген сделали, и у нас остался один ген. Три игрока. Никто еще не висел. Я вообще не люблю, конечно, свинью, потому что я ее плохо слышу. Только когда она начинает уже хрюкать там за спиной, ее можно хорошо услышать. Также она по большому счету вообще вон она там промелькнула. Также она вообще бесшумная, зараза. И звук этот ненавижу от ножа. У нее этот звук такой механический вообще раздражает. Ну, и, кстати, очень многие с этим модом играют, поэтому он немножко уже поднадоел, конечно же. Ну, ладно. Тишина, спокойствие. Мне бы какой-нибудь сундучок, который поможет ген завести. Было бы неплохо. Ой, как раз нам сундучок попадается. Давайте ген заводить. Сундучок, сундучок. Помоги ген завести. Ой-ой-ой. Нэнси легла. Под напором свиньи Нэнси легла. Направился на крючок, что не очень классно. Свиньи бы там бегает. Надо, в принципе, бежать к Нэнси. Ну, или, по крайней мере, точно бежать от Гена. Окей, свинюга там бегает. Взамек. Так что путь к Нэнси, можно сказать, свободен. Нэнси, и ту положила. Давайте снимаем Нэнси. Ты что, лечиться хочешь? Не побежишь трапу снимать? Ну ладно, давай лечиться. Ну, в принципе, тоже. Почему бы и нет? Пока ген не заведется, или пока там на крюкник кто-то не отправится, в принципе, у нее... Ага. Все, трапа у нее активировалась, да? Или нет еще? Что-то я смотрю по датчику не активно трапа. Ладно, надо бежать туда, снимать. Я не хочу сам на крюк или ловушку на голову. Ой, свинья. Ладно, она меня не видела, хоть я там громко побежал. Я не добегу, так что мне это вообще по-хорошему надо куда-то в другую сторону. Ага, там свинья. Она ко мне бежит, она меня видела. Вот зараза. Да-да-да, руки. бежит. я же не убегу, у меня скорости нету. Она уже там все за сканой. Вот он, этот звук, вообще, ненавижу этот звук. И капканчик. А сколько у нее вообще капканов-то? На меня хватило. А, вот зараза. Ладно, у меня есть самосъем, скрюка, что, в общем-то, неплохо. Так что, может быть, придется им воспользоваться, а может быть, меня кто-нибудь снимает. Самосъемом пользоваться неохота, потому что я тогда не смогу себя хилить в течение минуты. Так что, ну, не знаю, посмотрим. Свинья вокруг бегает, немножко подкемпливает. Я понимаю, что она проверяет вообще все подряд, плюс гены как бы типа под шумом вроде как я не пемплю, я гены тут это ломаю. В общем, короче, дергает вокруг. Ничего хорошего не убежала. Причем убежала в направлении вообще давай, мельце, спасибо. Причем бежала куда-то в направлении очень далеко. но возвращается походу, надо отсюда ага, она подметила, за ней погналась, так что побежим в другую сторону ловушку снимать. О, окей, хлопают гены, свинья за Ненси походу все-таки бегает, так что окей, с ловушкой не повезло. Но вот так вот можно на самом деле нарваться на... Ага, ой, ген заведен, и у нас ловушки активировались, мы вдвоем бежим к одному и тому же боксу. Типа, кто быстрее, тот и начнет активировать, точнее, деактивировать. Окей, я не успел. Не, не повернул к другому, я буду лечиться. Пока она там пытается деактивировать ловушку, я полечусь. Окей, не полечилась, видимо, мне тоже не судьба снять ловушку в этой, в этом дящике. Ненси вешивает. О, нет, круто, мне повезло второй бокс, и я без ловушки, что, в общем-то, круто. Мег там прям рядом сидит с Ненси и будет ее снимать. Свинья тут бегает. Ага, Мег сняла как раз тоже ловушку и теперь снимает Ненси. Двойной съем. Давайте лечиться, лечиться, лечиться. Лечиться, лечиться. У нас, в принципе, выход, да, у нас сигены. У нас только ворота надо открыть. раненые Ненси, раненый Мег, Ненси в ловушке, ей еще надо ловушку снять, деактивировать. Кстати, в люк можно убежать вообще с ловушкой, но я не знаю, как вообще это регулируется игрой, то есть как можно убегать с ловушкой. ворота вроде нельзя убегать с ловушкой на голове, ее надо обязательно деактивировать. Какая молодец свинья, не стала проверять дальше, она приезжала к реку, ну, что, в общем-то, не то, чтобы ожидаемо, но молодец, она освободила нам ворота, так что надо открывать. О, там уже открыли ворота, то есть там Мек на самом деле ворота еще открыла перед тем, как снять Нэнси, что ли? Или она как раз открывала ворота, а не ловушку снимала? Я что-то прозевал этот момент, но бы ладно. Так, ворота открыли, можно тотемчик почистить, Нэнси уже не поможет, у нее третий крюк, так что бесполезно туда бежать. А вот Мек надеюсь свалит. Что-то она там стоит, я не понимаю что она там стоит. Убегай, если там ворота открыты. Или что она там делает-то? О, она бегает от свинья, зачем? Она не в воротах что-ли стояла, я что-то не понял. Но у нее тоже третий крюк, так что ее свинья потащила. Я думал, что она сейчас ее хитанет, и она в ворота уползет, а она так вот заканчивает игру. Ну ладно, по крайней мере, хоть я убегу. Ну давай, свинья, иди сюда, что ли? Что думаешь-то? У меня было темное чувство, я видел свинью. Давай, беги сюда, свинью бы. вот она бежит, бежит, красавица. Да не буду я себя подвязать, а то вдруг тоже это подхватишь, и я не убегу. Бывает, что на самом деле, если стоишь, ждешь какой-нибудь, например, этот блайт прибегает, хитанет, сраз бегу, и ты в сторону куда-нибудь улетаешь, и все, и он тебя спокойно подбирает, потому что ты не успеваешь уползти. У меня был такой случай, это очень смешно, но я не убежал, короче. Ладно, у нас один игрок 13 уровня был, ранга, все остальные вроде плюс-минус один ранг, так что классно, такие у нее перки были, барбекюшечка, как обычно, все по правилам. Ну и ладно, у нас еще код новый появился, так что я сейчас очки крови потрачу на медсестру, в магазине сейчас, в храме тайн, есть зуб медсестры, которого у меня нету на всех менах, то есть у меня открыт на медсестре, я хочу посмотреть, дадут ли мне на медсестре после 30 уровня, там 35 уровня, я ее сейчас прокачаю, я потому что за нее не играю, хочу прокачать ее до 35 уровня, посмотреть, дадут вообще зуб медсестры или нет, или прокачать надо будет до 40, может после 40 дадут зуб медсестры, потому что в магазине сейчас есть перк, который нужно купить за радужные осколки, зуб медсестры, довольно-таки неплохой перк вообще для использования на разных манах, я хочу его приобрести, чтобы он появлялся вообще в паутине у всех манов, но я думаю сначала прокачать медсестру, может быть за нее дадут, ну ладно, теперь пойдем в магазинчик и у нас есть очередной код, я не знаю, майский код или просто недельный код, и сколько он будет действовать, не знаю, поэтому кто успел, тот и успел, вводим код, собственно, буковки в виде палочки это буква I, то есть это не L, это буква I, так что вот так выглядит код, применяем и получаем на халявку 40 тысяч очков blood points маловато конечно, но как есть всем спасибо за просмотр и всем пока код.